Доброго времени суток всем начинающим практикам, продвинутым практикам, серьезно интересующимся магией, но пока еще не практикам, и просто тем, кто случайно зашел на этот канал, все равно тоже доброго времени суток. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Конечно, мы продолжаем тему «Ответы на вопросы наших зрителей и читателей», и сегодня у нас такой интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ношении талисманов для людей. Есть ли разница в ношении талисманов для обычных людей и для практиков? Все ли талисманы безопасны и полезны? И это хороший, интересный вопрос, который можно рассмотреть вкратце, и думаю, затем рассмотрим подробнее. Значит, существует множество видов талисманов. Есть действительно разница, делается ли этот талисман для мага, для адепта или для обычного человека. Значит, большая часть талисманов, делающихся для мага, как и просто талисманы, делающиеся для человека со специализацией, могут быть для другого человека как минимум бесполезны. Например, к таким относятся талисманы усилителей качеств. Усиливать можно то, что есть. Если умножать в математике что угодно на ноль, мы знаем, что много не получишь. Если вы сделали талисман для усиления качеств полководца, то есть какому-нибудь графу, вот этот талисман попал к крестьянину, скорее всего, он не сделает из крестьянина полководца, он просто никак не будет на него влиять или как-то может добавить уверенности. Нечего усиливать. Если вы сделаете талисман для усиления математических способностей и как бы дадите его человеку, который с трудом считает до двух, вряд ли, как бы, да, нечего усиливать. То есть талисманы для усиления, скажем, видения, магических способностей, контроля духов, попадая к людям, ну, во многих случаях не будут иметь никакого эффекта, ну, как примерно очки ночного видения для слепого, вот, да, там, или усилитель слуха для полностью глухого, то есть, ну, малополезный, да, вот, или там, не знаю, да, там, шипастая перчатка, боевой протез для безрукого. Во-вторых, талисманы, которые носятся практиками, могут включать в людях, ну, особые режимы. Для практики эти режимы нормальные, как для человека, который там носится с каким-нибудь автоматом или мечом, для воина острым, он им не режется. Для обычного человека это могут быть режимы, не всегда способствующие его здоровью, здесь эффект неконтролируем. То есть, талисман может работать как за счет активации и использования собственной энергетики того, кто его носит больше всего, или подключение к внешнему источнику и только энергии внешнего источника — это редкость. Обычно все равно происходит перестройка энергетики того, кто его носит. Чаще нагрузки на неподготовленную психику могут быть высоки, и такой талисман для обычного человека будет неполезен. Поэтому, чем носить просто талисманы, лучше смотреть и талисман для чего, и главное, для кого он предназначался. Тогда это будет а. полезно, б. безопасно. То есть, существуют талисманы, конечно, специфические для людей, для здоровья, для усиления бизнеса, качеств профессиональных, качеств привлекательности, защиты. Таких талисманов множество. Они могут быть специфического действия или общего действия. Если талисман делался под вас, с учетом вас или вас там как-то продиагностировали перед тем, как его выдать, скорее всего, это будет полезно и безопасно. А не бесполезно и опасно, как могло бы быть в другом случае. Пожалуй, это то, что я хотел сказать о теме полезности и безопасности талисманов, магов и талисманов специализации для обычных людей и непрактиков. Тему талисманов, также опасных талисманов, специфических талисманов, мы рассмотрим в следующих выпусках. Ну, чтобы их не пропустить, проще всего, наверное, подписаться на канал. Или просто развивать интуицию, сканирование будущего, попытаться угадать, когда же они все-таки будут. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного!